Всем хай, с вами Юджин, и я приветствую вас в Resident Evil 2 ремейк. Наконец-таки мы с вами добрались до этой игры. Те, кто не знает, хотя странно, что вы не знаете, но в общем, те, кто не знает, я сейчас нахожусь не в доме своем. Я в отпуске, я в Таиланде, и у меня вот-вот появилась возможность поиграть наконец-таки в эту игру, потому что с собой компа я не взял нормального, но я его смог на время надыбать, чтобы поиграть в эту игру. Так что мы с вами фигачим в Resident Evil 2, и начинаем, конечно же, обязательно играть с компанией Леона. А, блин, Resident Evil, ребят, столько воспоминаний. Я еще, будучи школьником, играл в Resident Evil 2 оригинальный, и, боже, как меня впечатлила эта игра. Просто невозможно описать, насколько я был впечатлен. Так, играем на стандартном, или на хардкоре можешь поиграть? Я же все-таки опытный. Но нет, мы поиграем на стандартном, чтобы мозги себе не делать, а больше погружаться в атмосферу игры, в сюжет. Слушай, я серьезно говорю, своими глазами видел. Да, я верю, верю, приятель. Не отвлекайся, рассказывай давай. Ладно, в общем, прошлую пятницу еду я домой из бара. И вижу, ко мне направляется женщина. Знаешь, она сейчас такая шатается, но я подумал, что пьяная. Так, погоди, погоди. Скажи только честно, ты сам перед этим сколько выпил? Блин, бургер такой вкусный. Да нет, правда, я почти трезвый был. Да ладно. Послушай ты уже. Она подходит, я на нее смотрю. Ты бы видел их глаза и нос. Все лицо было прогнившим. О, как живой труп? Живой ходячий труп. Ха, прям как моя жена. Я такого раньше не видел. С ночи не могу спокойно спать. Ладно, успокойся. Слушай, эй. Не падай духом, ладно? Нельзя поддаваться страху, верно? В том-то и дело. Если растеряться и замереть, они попьются в тебя зубами. Я видел, как она напала. Да ладно. На самом интересном месте. Мне кажется, уже сейчас... Вот хоть убейте. Я не помню, было ли это в оригинальном Resident Evil. Сбать охота. Оу. Там женщина. Вот черт. Что ж, дядя. Сейчас ты сдохнешь. Очевидно. По закону жанра. Нет. 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 Интересно. Я вот не знаю, я не читал. Эта часть привязана к Resident Evil 7. Где была история в Илузиане. Что же делать? Мне сейчас с Итаном и так далее. В том доме. Что же мне делать? Она восстала. Вот, это его жена. А вот и Леон, да? Правильно? Да, это Леон. Подзаправиться приехал. Никого нет? Я бы сразу подозрил, что что-то не так. Странно. А? Не просто странно, а жутко. Знаете, в таких играх, ну и в фильмах подобных. Кровь! Ни хрена себе. Я бы сразу за оружие взялся, если бы оно было у меня в руках. Окей. Осмотритесь вокруг. Осмотреться. Ага. Осматриваемся. Леон долго ехал. Он забыл, как идти, осматриваться. W, S, A, D. Хорошо, это работает. И бегать на control. Окей, босс. Мы можем бегать. Так вот, в таких обычно историях всегда, конечно, она сначала очень скептически ко всему относится. Ну, типа, в его мире не существует пока монстров и так далее. Ну, знаете, в моем мире тоже не существует монстров, но я почему-то, если вижу что-то заброшенное или подозрительное, я тут же обсираюсь по-настоящему. Так. О, кто-то испортил воздух в этой будке телефона. Я не буду звонить и вызывать помощь. Ладно, ребят, давайте заходим. Эй, есть тут кто-нибудь? Вы получили фонарик, да? Где надпись священная? Что-то не так. Блин, ну бери уже в руки оружие какое-то. Слышите? А, что это? Какой-то порево жестко идет. Так, погоди, кто-то еще дышит, да? А можно что-то поюзать, что-нибудь взять? Наверное, как аптечки в таких местах. О, май гуднес. Не отвлекайся, Леон. Так вот, наверняка можно что-то где-то взять. Наверное, какая тут секретом спрятана на прилавке какая-нибудь супераптечка. Или это травка, которая лечебная. Так, что у нас здесь? Дверь нельзя открыть. Может, можно что-то увидеть. Ладно, кажется, нельзя. А, вон, вон, чувак. Он зомби? Ты в порядке? Его укусили. Стой там, я вернусь за тобой. Блин, так неприятно просто такое показывать. Там. Че ж ты, блин, не выбежал отсюда? Зачем ты сидишь здесь? Недалеко от места, где тебя укусили. Отстойно, что я, как человек, уже знаю, что там нас ждет. А вот Леон нифига не знает. И мне приходится... Терпеть его незнание. Незнание. Стоит ли нам туда идти? Чувак, там сильно кусают больно? Или терпимо? Больнее, чем кровь из пальца брать, нет? А, блин, там до сих пор... Ой, ё-моё. Там жрут кого-то. Простите, мне бы заправиться там машинка без газа. Без газа. Без бензина, точнее. Так. Офицер, вам помочь? Все, под контролем, сэр. Ну вот. Вот и на хрена ты отвернулся. Ай, ну слезь с него. Помоги. За хрень. Стоять. Иначе я стреляю. А, у нас было оружие все это время? Умри. Хатшотом его. Да, блин. А, вот есть, хорошо попал. У места была проблема с хатшотами. Но с болшотами все в порядке. Есть, сдох. Кто ты такой, мать твою? Ты арестован. У него дырка в заднице. Это точно не я. Недостаточно мертв. Вы арестованы за то, что у вас такая классная задница. О, он все-таки был недостаточно мертв. Вот такой позиции замри. Сэр, у вас покажется очень смертельно опасный геморрой. Я попытаюсь вам его исправить. О, нет, стало только хуже. Что выходи от меня, я полицейский. А не врач. Я теперь не верю, что он мертв. Возможно, пуля в очко воскресила его. Эй, что ты делаешь? Он меня запер. Ублюдок, а? Он притворялся. Он просто кетчуп размазал себе по шее, да? Вот я доигрался. Все патроны слил. Может быть, я смогу патроны у офицера взять? Офицер, вы в порядке? Простите, что я по вам прошелся. Мне нужно найти другой выход, да, получается? Окей. Ну, музыка играет так, как будто бы все еще должно произойти что-то страшное. Но я всех убил. Поэтому должно быть все хорошо. Музыка должна хэппи-эндерской играть. Так, вот, ключ. Ключ. Далее. Ключ. Сюжетный предмет. Забавно, если бы в жизни вам так попадался какой-то предмет, и вы бы знали, что он сюжетный и точно вам нужен. Итак, снаряжение открыть. 12-зарядный пистолет. И ноль патронов. И ключ. Все, что у меня есть. Так, приветственное письмо. Офицер Леон С. Кеннеди. От лица полицейского управления Ракун-Сити. Поздравляю вас с окончанием обучения. Ваши высокие оценки заслуживают похвалы. И мы рады видеть вас в отрядах о врядах наших сотрудников. 18.09.98 год. Пожалуйста, явитесь на инструктаж в полицейский участок Ракун-Сити в пятницу, 25 сентября, к 8 часам утра. Добро пожаловать в наши ряды. Шеф полиции Ракун-Сити Брайан Айронс. Ага. Забавно, что это 98-й год. Ну, то бишь, они не стали переделывать по, там, в 2019-й год, чтобы было типа суперсовременно. Ну, ладненько. Прощайте, девочки. Я буду помнить вас всегда. Но моя цель сбежать из магазина. Хорошо, давайте сбежим отсюда. Это я могу. Мне кажется, вот сюда надо. Открывайся. Открывайся. Ага. Это что за говно? Надо использовать ключ, конечно же. Чтобы открыть дверь или решить головоломку, с помощью предмета выберите его и нажмите использовать. А-а-а. Хорошо. Использовать. Здесь будет также дверь открываться круто, как в той части Resident Evil в оригинальной. Типа, знаете, черный фон и просто дверь. И ты в нее так идешь медленно. Есть вероятность, что тот чел закрыл меня. Стоп. Что это он? Закрыл меня и потом уже стал зомби. Вон, смотрите. О, там еще кто-то есть. Как ты здесь оказался, зомби? Я тебя не бил, когда вошел. Он зашел с улицы, видимо, за мной. А тот? Страдает, бедный. Ну так ему и надо. Стоп. Быстрее к нему. Какого? О, блин, все. Все, он зомби. Балим. И это зомби. Мне нечем сражаться с ними. Зачем я стрелял в зад этого чувака? О, блин. Просто убегаем отсюда. Черт. Ты кто? Клэр! Я не спрашиваю, откуда я тебя знаю. У меня не было патронов. У меня не было патронов. Игра, ты че? Он сам удивился. Ты в порядке? Да, вроде бы. Спасибо. Выберешь меня позже, когда выберемся. Ох, черт. Их тут целая куча. Они пришли на звук выстрела. Полицейская машина, срочно! О, нет! Машина! Садись! Держись. Кайфушечки. Кайфушечки. Мне вот не хватает ощущения, знаете, вот этого одиночества среди зомби, которые не в таком огромном количестве, как там, знаю, в Дэд Райзинге. А, так, парочку зомби в переулке, там и там. Блин, это так неприятно было. Я вспоминаю вот эти моменты, когда я играл... А, сори, мы прикаемся. Да. Клэр. Клэр Рэдфилд. Ну, я знаю. Живёшь здесь? Живёшь здесь? Нет. Ищу своего брата. Он тоже коп. Что ж, хорошо, что мы встретились. Уже не знаю, чего ожидать. Надо ли нам оно ехать туда? Зачем? Это заставка. Capcom представляет. О, круто. Круто сделали. Сейчас часто в играх принято делать такие заставки в стиле сериалов. Как будто бы это сериал. Кто это? Кто это был? Ну, конечно, это момент с тем, что у меня в пистолете не было патрон, и всё равно он выстрелил каким-то образом несколько раз. Это забавно. Resident Evil 2. Или как продать одну и ту же игру два раза? Внимание, граждане, в связи с городской эпидемией призываем вас укрыться в полицейском участке Раккун-Сити. Всем нуждающимся будут предоставлены еда и лекарства. Боже, всё как во сне. Участок уже недалеко. Они точно в курсе. Да, но... Что если мы последние, и выживших больше нет? Есть. Выжившие есть. Это большой город. Должны быть. Мне кажется, это совсем не связанные части. Вот с той, седьмой. И вот этой. Похоже, дальше идём пешком. Это, видимо, просто переиздание. О, там кушает кого-то. Лучше бегом. Класс. Воу! Боже мой! Благо мы окна додумались закрыть. Леон, давай, задний ход. А там кто? О, я помню это. Что это? Он укушен. Чёрт. Клэр, на выход. Быстро. Как? Как? Не могу. Держись. Он смог повернуть. Ай, молодец. Да-да-да-да-да-да. Это я всё помню. Открою вам тайну, ребят. Я так и не прошёл вторую часть Resident Evil. Тогда, в детстве. Потому что у меня каким-то образом был, видимо, очень глючный диск. Игра зависала в какой-то определенный момент. Персонаж перестал просто двигаться. И всё. Вот так вот мы и разделились. Клэр! Клэр, ты цела? Сейчас ты из машины. Да! Я в порядке. Ты сам как? Надо бежать. Здесь опасно. Да, давай. Встретимся в участке. Я в порядке. Хорошо. Доберитесь до полицейского участка. Блин. Это будет трудно без патронов. О! Нет! А! Всё, я зомби. Я точно стану зомби. Это настоящее безумие. Я вот не понимаю, здесь такая же механика, как в ходячих мертвецах. Укусили разок, поцарапнули даже, и всё. И ты потом станешь одним из них. Но, видимо, здесь не так работает. Здесь надо... Не знаю, как здесь работает. Короче, убежали отсюда. Окей, куда мне идти? Ага. Опа, стоп. Чувак, что-то смотрит просто наверх. Мечтательный зомби. Я понимаю его. В каком-то смысле я тоже мечтательный зомби. Чёрт. Они все такие. Все обратились. Как неудобно, блин, с пистолетом и без патронов. Точно просто выйдет из переулка. А подождите, а может, нам сюда нужно? Блин. Прикольно зомби здесь сделаны. Так, куда-то я забежал. Не туда. Мне точно нужно в тот переулок. Блин, они называют это нормалом. У меня нет патронов совсем. Нет. Нет. Сволочь. Текстуру застрянь, тварь. Они называют это нормалом. У меня нет патронов. Мне только катсцена может помочь. А, блин. Покоцали меня. Бедная Клэри. И там совсем, наверное, трудно. У нее вообще нет мармот. А, блин. Бог болит. Слишком много бегал. Просто так. Надо не париться и быть спокойным. Блин, ну всё. Я коцанный. Я зомби практически. Вот он. Участок. Здесь как-то поспокойнее. Мне нравится этот район побольше, чем тот. Стоп. Я слышал вас, мистер зомби. Вон они. А-а-а. Просто основной замес там, на той улице, где больше огня. Зомби любят просто зажигать. Зомби любят просто зажигать. Мне кажется, здесь музыку можно было бы убрать. Реально, сделать, чтобы была такая тишина и одиночество. Ой, сэр, осторожней. Так, 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 так. Мы можем здесь спокойно пройти. Я не буду вам помогать, сэр. Я хочу жить. Мне и так недолго осталось. Меня укусили пару раз. Фух, все. Ракун полистейшн. Забавно, что ракун это... Я, когда узнал, что ракун это енот, я как-то немного так... Это странно, да? Город енотов. И ни одного енота. Это самое большое разочарование в моей жизни. Итак, на карте отображается не только ваше текущее местоположение. Здесь также можно найти все ключевые места и найденные, но не поднятые предметы. Так, ага. Ладно, ребят, я знаю, что вы мои поклонники. Хотите пообщаться, но мне пора идти. У меня полно работы. Стоп. Мешок с трупом. Блин. Мерзко выглядит. Еще один мешок. Смотрите, а здесь что? Нет, туда не пройти, к сожалению. Да, ребят, я просто буду сразу потайные уголки осматривать по возможности, потому что мало ли какой-нибудь секретик найду, или какую-нибудь лечилку, потому что мне это очень нужно. Как вы видите, я не в хорошей форме. Леон, стажер прибыл. Вряд ли сейчас в 8 утра, сейчас гораздо раньше. Я люблю приходить рано. Так, не дадим... Ай, эй, простите, меня выгнали из участка. О, прикольно, сквозняк такой. Сквозняк закрывает дверь, оказывается. Не откройся. Опа, все стало зеленым. Осмотритесь вокруг. Задание получено. Да, видно, что тут пытались оказывать первую помощь. И последнюю помощь, судя по всему. Опа, смотрите. Какие странные аномалии. Это вирус распространяется, а не как иначе. По моему телу, и мне кажется, всякое. Так вот, они просто выносили трупы. Не в состоянии помочь. Убивали их, наверное, в голову. Вот. Включить электричество. Ага. А, это открывает просто ворота. Только нет. Надеюсь, там не будет сейчас зомби. Нет? Зачем я целюсь? Нет смысла. Ну, а я буду блефовать. Чтобы враг подумал, что я вооружен и опасен. На самом деле, я безопасен. Неприятно быть с пистолетом, и при этом полностью безопасным. Как-то унизительно. Эй! Есть кто-нибудь? Как неприятно. Есть патрончики, детка! Забираем. Патроны для пистолета. Шесть штук. Ну, а видите, три патрончика кто-то потырил. Это потому, что я в катсцене три раза выстрелил, да? Игра восстановила баланс. Вот, релоуд. Отлично. Теперь не так страшно жить. А это что? А-а-а, печатная машинка. Старая добрая печатная машинка. Блин, мне нравится эта механика сохранения. Всегда нравилась. Хорошо. И можно поиграть в какую-нибудь игру. О, старый ноутбук. Прикольно. Итак, что здесь есть? Здесь же должен быть хоть кто-нибудь. Вон! Плохо дело. Кто это? Дэвид, Марвин, слышите? Я нашел выход. Все вот здесь. Зачем ты даешь подойти? Ну ты что-то идиот, что ли? Вышите подкрепление. Восточный коридор. Да надо в таких зомби-темах очень тупо дают к себе подойти. Я должен ему помочь. Здесь, конечно же, не поздно. Так, осмотрите. Восточное крыло. Угу. Вот сюда нужно попасть. Понятненько. Ой, помню, когда в Silent Hill играл второй, первый. Ой, я во все Silent Hill играл. Кроме пяти, к сожалению. Ее я просрал. Так вот, и там вот эти карты, которые находишь. Это ящики, я так понимаю, которые, да, чтобы можно было вещи свои скинуть. Нафиг, нафиг иди. Опа, а это что такое? Лечебный спрей. Прекрасно. Попшикаю на рамках, типа... Типа антисептика, да? Восстанавливать запас здоровью. То, что нужно. Эх, так много трупов на улице. Столько их можно было бы спасти, если бы не додумались взять этот спрей. Ну ладно. Мне больше достанется. Итак. С этой статуей, по-моему, будет какая-то загадка, да? Наверное. Так, вот щиток, замотанный скотчем. Ах. Я так понимаю, мне нужен нож, да, чтобы сорвать этот скотч. Да. Это очень... Это бронированный скотч. Вот, смотрите. Сюда нужно будет три медальончика какие-то вставить, да? Гоу наверх. Да, я знаю, что немного хромая, но у меня еще написано только внимание. Просто присмотритесь к своему здоровью, больше не коцаетесь. Вот, когда будет написано опасно, тогда я применю. А пока что можно не тратить попусту. Итак. Ага. Еще одна загадка. Что это было? Кто-то дернулся слева? Ой, блин. Или это просто так? Интершумы всякие? А, скорее всего. А, я понял. Если вдруг мы сможем подобрать здесь комбинацию, мы заберем один из медальонов. Стоп. Это же знаки зодиака. Но какие-то значки здесь не в тему. Например, это змея и птица. Ну, а так должно работать? Типа как слоты в казино? Нет? А пойдем вот сюда. Вот где-то здесь, возможно, я найду то, что мне нужно. Мне нужно либо подсказку найти о том, какие... Это что такое? Вот. Подсказку найти о том, какие картинки должны быть на этой слот-машине. Либо я найду ножик. О, есть! Зеленая трава. Теперь мы сможем ее разбодяжить с чем-то и получится супер... Да, растущий в горах Арклей восстанавливает небольшой объем здоровья. Но если мы ее смешаем с кое-чем, тогда восстановит большой объем здоровья. Блин, постоянно еще шумы, это как-то неприятно. Так, комп, конечно же, не работает. Стоп. А, вот, сейф. Ну, здесь, конечно, я не подберу комбинацию. Вряд ли это как в лонгдарке, да, делается по звуку. Так, хорошо. Конечно же не получится это сделать у меня сразу. Стоп. Нет, не то. Вот, бумажку надо заюзать. А, наверное, с той стороны. Путеводитель по городу. Добро пожаловать в Раккун-Сити. Знаете ли вы, что наш город не только родина фармацевтического гиганта Абрелла Копорейшн, но и динамичный, развивающийся мегаполис с богатой историей? Данный проводник познакомит вас с рядом самых необычных достопримечательностей нашего города. Полицейский участок Раккун-Сити. Здание в центре города не всегда было полицейским участком. Ранее там располагался художественный музей. О той эпохе нам напоминают различные элементы оформления, такие как необычная часовая башня и статуя богини в центральном зале. Хм, здесь может быть подсказка. Приют. В нескольких кварталах от полицейского участка расположен приют, построенный и действующий на средства Абрелла Корпорейшн, а также ряда компаний и неравнодушных граждан. Здание славится своим витражом, привлекающим туристов со всего света. Нет, к сожалению, тут подсказки не было. Ну, кстати, смотрите, очень удобно. Видите, отмечено восклицательным знаком все, что мы посмотрели, но еще не решили. Итак, пика на двери, видите, нарисована. Ключ от кладовой. Конечно же здесь работает, здесь, но я попытался. Ладно, нужно будет найти ключ. Выходим отсюда. Так, а давайте заглянем-то сюда, я так этого и не сделал, что-то подзабыл. Мы же можем пролезть, да, здесь? О, блин. Хорошо. Что ж. Вот мы и в заднице оказались. Почему здесь все такое кровище жесткое? Здесь, мне кажется, нам понадобится наш пистолетик. Итак. Пропавшие люди. Ага. Стоп. Что это? Предохранитель. Оп. Я на что-то наступил. Ой, думал-то лужи крови нет. Это просто вода. Ты понимаешь, нам нужно будет сюда вставить один предохранитель. Смотрите, как много людей пропало. Офигеть. Выходим. Точнее, и входим. А почему не открылось? Дверь закрыта, да? Твою мать. Что ж они все закрыты? Что это? Что это? Что это? Так, хорошо. Не сын. Это просто звуки. Будь я там, я бы обострался. Я справлюсь. Не с Илья, он. Все нормально. Я с тобой. Обеими руками с тобой. Одна на клавиатуре, другая на мышке. Итак. Нам прямо по коридору, направо и потом налево. Хорошо. Все просто. О, а нам дадут вообще пройти здесь? Это мне точно понадобится. Я запомню, где это место. Надеюсь, на карте будет отмечено. Чтобы я в любой момент смог сюда прийти. Ну, конечно, прямой проход будет закрыт, нам придется обходить. Идем. Так, стоп. Аккуратненько. О, блин, труп. Кто-нибудь еще здесь есть? Если ты живой и без обиды человек, то скажи... И тогда я пойму, что ты полностью безвреден. Опа, здесь кинцо снимали. Да-да-да-да-да, мне знакомо это все. Знаете, все, что в кадре красиво и вылизано, все, что за кадром в мусоре и в дерьме. У меня так всегда. Это же зомби, да? Он встанет потом. Ты встанешь потом? Слышите? Что там? Кто там шастает? Блин, неприятно, да? Мистер, вы в порядке? Может быть, вы все-таки... Опа, кнопочка. Но я не буду поворачиваться к тебе спиной. Стоп, у него патроны под ним. Ладно, дайте клацаем копочку. Свет. А, хорошо. Так как-то комфортнее. Теперь нам нужно подойти и забрать эти патроны. Только максимально осторожно. Десять штук. Ох, он не встал. Интересно, тем, что я включил здесь свет, я не привлек на себя беду? Ой, здесь прям совсем темно как-то выглядит. Кладушки. Я думаю, здесь как-то можно тихонечко протиснуться, удерживать. А, мы сейчас просто уберем этот шкаф. Ай, молодец. Смотрите, следы от выстрелов. Видимо, кто-то баррикадировался и стрелял. Но ни в кого не попал, потому что трупов нет. Трупы ушли, потому что. Заметели, да? Чем ближе мы подходим к месту, тем музыка как-то все более стремно становится. Добавляются нотки такие. Итак, мы возле туалета. И нам немножко осталось. Давайте зайдем сюда. Надо смотреть. Наверное, тут патрончики найдем. Эй, погодите. Опять сквозняк, что ли? Или зомби? Здесь никого, кажется, нет. И меня здесь тоже нет, судя по отражению в зеркале. Звук такой, как будто там, блин, ванна наливается, а не туалет. Давай, открывайся. Оп! Есть! Спрей! Сгодится, как лечебный спрей. Хотя, возможно, это просто освежитель воздуха. Но я буду им лечиться. Никто мне не указывает здесь. Понятно? Цивилизация рухнула, поэтому я делаю, чем хочу. Лечу, чем хочу. Ладно, этот сортир просто пуст. Но я не зря сюда зашел. Нашел спрей. Опа, там кровь. Ту сторону лестницы. О, начинается кровища, трупы. А ты-ка знал, что игра в это именно превратится. В кровища и трупы. Я делал себе что-то позитивное. Господи. О, блин. Он прям там, в комнате смотрителя. Блин, его там жрут, кажется. Погодите. Ну пусть пока его немножко покушат. А, здесь цепь. Ладно, я думаю, мы можем будет осмотреться здесь. Ладно. Блин. Открой! Открой! Скорей! Открой! Открой! Окей, хорошо. О, ты где? А, он тут. Блин. Я помогу тебе, мужик. Я тебя вытащу. Все, он сейчас будет дохлый там уже, да? Помоги, пожалуйста. О, блин. Ну, конечно же, его там оттуда сейчас сожрут, да? Давай, чувак. Это тот чувак с камеры? Нет. О, ничего, я частицы себя вытащил. Блин. Что у него есть? Это что такое? Блокнот офицера. Он рисовал здесь. Так, ага. Парковка и выход. Ага. Вот идут три медальона. В статую вставляешь. И таким образом ты можешь спуститься вниз по лестнице. И через парковку выйти. А еще у него вон олень изображен. Далее. Значит, единорог. А, вот все подсказочки. Меня вот смущает вот этот вот единорог. Видите, внизу он как-то наоборот нарисован. Может быть. Воу. Я забыл про это уже. Так, вернитесь в холл. Ясно. Прости, чувак. Я попробую собрать твои кишки обратно. Воу. Что это? Что? Ко мне лов... О, мистер офицер. Нет. Черт, опять меня кусают. Почему в шею? Опасность. Ты представляешь опасность для меня. Стой, дверь. Не закрывайся. Так. Где мой там этот спрей туалетный? Или травки? Приложить? Подорожник или что? Да, лучше спрей. А, хорошо. Все. Закрыли его. Мать! Жирнее пробрался в участок. Так, здесь у нас, да, цепь. Я не смогу сюда зайти. Черт подери. Лучше экономить патроны. Я не хочу сражаться с ними. Ну, то есть я всегда успею. О, мадам! Умри! Вы там что делали в кладовке? Блин. Все. Все окей. Мы сможем пройти и без этого. Пару патронов просрали, но ничего. Давай. Ну же. А, блин, она подспустилась слегка. Фух. Сейчас схватит. Ну, конечно же. Бей его! Кто это? Кто-то меня вытащил. Есть. Кто это? Ты в безопасности. Хотя бы на время. Спасибо. Марвен Брэннек. Леон Кеннеди. Там был еще один офицер, и я не смог... Не смог вытащить так же, как ты меня. Я только половинку. Давай. Спасибо. Увидим, ты сделал все, что смог, парень. Леон. Сэр. Кто-нибудь знает, из-за чего все это началось? Без понятия. Но, честно говоря, тебе нужно знать одно. Чуть замешкайся, и это место тебя заживо сожрет. Да, я должен был начать еще на прошлой неделе, но мне позвонили, и это... Я уже жалею, что не приехал раньше. Но теперь ты здесь, Леон, и ты главная. Ладно, я готов, лейтенант. Надеюсь, ты найдешь способ выбраться из этого. Тот офицер, которого ты встретил, Эллиот, он думал, что этот секретный проход нас спасет. Хорошие новости. Мы можем доставить вас в больницу? Нет, нет, обо мне надо думать в последнюю очередь. Леон, я не могу просто бросить вас здесь. Это приказ, новобранец! Твоя задача — спастись самому. Я бы пошел с тобой, но стану только обузой. Вот. Это тебе понадобится. Я не могу прекрати. И не повторяй моих ошибок. Если увидишь одну из этих тварей, без разницы в форме или нет. Не медли, ни секунды. Убивай или убегай, ясно? Да, сэр. Блин. У меня, конечно же, есть спрей, но я не дам ему. Окей, ребят, я думаю, на этом нам стоит сделать паузу. Тормознуть, перевести дыхание и продолжить играть в следующий раз. Очень скоро. Мне нравится игра. Прикольно, такие чувства, знаете, ностальгически навевает. И при этом прикольная картинка. Что вы думаете, понравилось ли вам мое прохождение? Хотите ли вы, чтобы я продолжил играть в нее дальше? Наверняка хотите, и я уже записал для вас много всего. Скоро все это увидите. Огромное спасибо всем, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме. Подписывайтесь на мой инстаграм. Все ссылки будут в описании под видео. И на плейлист Resident Evil 2 ремейк тоже будет в описании. И на предыдущий Resident Evil, который я играл, тоже в описании. В общем, все это делайте. Не забывайте про то, что я вас обожаю. Всех люблю, целую, обнимаю. С вами был Юджин. И, конечно же, всем пец. Боевой нож. Спасибо, офицер. Лейтенант, я забыл ваше звание. Окей, вот так им пользуется. Вот так, хорошо, я понял, я умею. Вы смотрите, лейтенант? Как я классно все это делал, нет? Слишком зациклено на себе.